5 ноября в Кировском городском суде начался новый, уже четвертый по счету процесс по уголовному делу о гибели 15-летней Даши Образцовой 31 мая 2013 года. Напомним, девочка погибла в результате ДТП на перекрестке у торгового центра «Большевик». Эта трагедия потрясла всех и вызвала громкий общественный резонанс, который не прекращается до сих пор. Это произошло здесь, вечером 31 мая. Водитель большегрузного КамАЗа с прицепом совершил наезд на 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенок погиб. В тот же день в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает наказание для обвиняемого в виде лишения свободы до 5 лет. И родители погибшей Даши не сомневаются, что в гибели их дочери виновен именно этот человек. Уверен в этом и их адвокат. Его нарушение состоит в том, что он вообще находился в данном месте. Потому что проезд таким большегрузным транспортным средством на проспект Ленина запрещен. То есть стоит знак у нас, у светофора в районе почты, который запрещает проезд грузовым транспортным средством на проспект Ленина. Он проигнорировал требования этого знака. И неудивительно, что столь большая машина в столь густонаселенном районе, в столь густонаселенной местности привела к таким последствиям. Но этот процесс явно затянулся. По приговору первого суда водитель КАМАЗа Вахид Велиев был признан виновным. Апелляционный суд Мурманской области этот приговор оставил в силе. На осужденный подал касационную жалобу. И на третьем процессе в апреле этого года Мурманский областной суд отменил приговор Вахиду Велиеву и отправил это уголовное дело на новое расследование, которое длилось больше полугода. Теперь вот уже повторно начался четвертый процесс. Велиев убежден, что он невиновен, а раз так, без его адвоката никуда. Но первое же заседание повторного суда закончилось, не успев начаться. 5 ноября адвокат подсудимого на процесс не явился. На этот раз приглашенные судом свидетели потеряли день напрасно. Следующее заседание состоится через пять дней, 10 ноября. Но если адвокат Велиева не явится и на него, суд назначит подсудимого бесплатного защитника. Субтитры создавал DimaTorzok